Новости на репортере в прямом эфире. Меня зовут Григорий Блайда. Здравствуйте. С сегодняшнего дня в Украине снова значительно повысились тарифы на электроэнергию. Льготный тариф до 100 кВт-час включительно повысится с почти 72 до 90 копеек за кВт-час. От 100 до 600 кВт-час вместо гривны 29 горожане будут платить гривну 68 копеек за кВт. Свыше потребления 600 кВт-час тариф повысится с гривны 64 копеек до гривны 68 копеек за кВт-час. Но тем временем жители дома на Королево 56 уже год борются с проживающими в подвале дворниками. В свое время сюда 6 семей рабочих поселил ЖЭК. Люди живут в антисанитарных условиях, постоянно подтапливают подвал. Кроме того, по словам жителей дома, дворники незаконно подключились к их коммуникациям. Подробности конфликта в сюжете Полины Корюк. Они же умных поставили, они себе трафики даже поставили, чтобы, не дай бог, ноги не испортить. А то, что в квартире уже находиться невозможно, ничего не помогает. Война жителей дома на Королево 56 с ЖЭКом длится уже практически год. В подвале их дома контора поселила несколько семей дворников. Люди говорят, что их новоиспеченные соседи постоянно выпивают. А кроме того, пользуются водой, незаконно врезавшись в трубу. В помещении, где проживают 6 семей, постоянно используется горячая вода, которая льется прямо в фундамент дома, что приводит к осадке фасада дома. Они пользуются услугами, коммунальными услугами, электроэнергией, горячей водой. Мы, жильцы, не пользуемся, стараясь экономить, пользуемся бойлерами. В это время там бесперебойно льется вода прямо в пол. Никто за этим не смотрит. Вы потом обратите внимание, там вот такая вот лужа, где собираются инфекции, где собираются бактерии и все остальное. Врезались прямо вот в подачу, в каналы подачи воды. Не попали здесь, посмотрите. Прямо вот сюда все. Вы вчера закрыли, чтобы вот эту вот ситуацию не было избежать. Очередным этапом борьбы стал инцидент со счетчиком. В подвале, где живут дворники, жители дома остановили прибор, который в понедельник оказался демонтирован. Для того, чтобы выяснить все обстоятельства, люди вызвали патрульных и следственно-оперативную группу. Лучи от помещения со счетчиком были только у жителей дома. Однако при осмотре места оказалось, что при желании туда может залезть любой, через проем в стене. Точно, вот отсюда есть вход. Мы это не учили. По закону, подвальное помещение не является жилым и принадлежит всем жителям дома. И на каких основаниях ЖЭК поселил туда семьи своих рабочих, непонятно. Смотрите, санитарные условия удовлетворительные. Посмотрите на этот камин, который горит. Никаких приборов учета использовали для энергии? Персонал, который отслуживает, наверное, дороги, дворы. Это дворники. Да, 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 дворники. Они же сами принуждают, если сдают им такие условия, чтобы они пили. Тут я сама начну тут пить. Если так пожить. Это вина только ЖЭКа. Люди здесь не виноваты. Они заложники. Сотрудницы ЖЭКа не на камеру сказали, что причина в том, что для дворников нет жилья. Поэтому приходится находить альтернативы. Люди, которые живут в подвале, согласились на такие условия, так как выбора у них не было. Насчет этой ситуации мы позвонили начальнику ЖЭКа Александру Габерту, но поговорить с ним так и не удалось. Алло, участок. Добрый день. Я могу пообщаться с Александром Николаевичем? Нет, Александра Николаевича нету сейчас. Он в ЖКС. А когда я могу с ним встретиться, пообщаться? По какому вопросу, может, я вам помогу? Нет, мне нужен именно Александр Николаевич. Ну, позвоните после обеда. Спасибо. Можете на совещание. Спасибо. Но сразу после отъезда нашей съемочной группы он приехал на участок. Жители дома номер 56 по улице Королева сдаваться не намерены. Они и дальше будут добиваться выселения из подвала работников ЖЭКа. Полина Корюк, Денис Рудь, телеканал Репортер. ДТП на Академика Глушко. Автомобиль Ниссан врезался в остановочный комплекс возле магазина «Океан». В результате аварии пострадал мужчина, который ожидал пассажирский транспорт. У него ушиб мягких тканей и подозрение на перелом ноги. Пострадавшего забрала каретой скорой помощи. Водитель иномарки объяснил аварию технической неисправностью своего автомобиля. Автомобиль Ниссан Тида двигался со стороны по Глушко, со стороны Ильфа и Петрова, в сторону Королева. Водитель не справился с управлением, рассказывает о том, что что-то с тормозами. Въехал в остановку, сбил мужчину, который там сидел. Мужчину этого госпитализировали в 11-ю больницу. Плесень и грибок в палатах, сырость и холод в корпусах, непригодное для употребления вода и еда. Правозащитники проверили самый большой по площади в Украине психоневрологический диспансер. В нем содержится почти 400 женщин. Учреждение находится в 150 километрах от Одессы, в селе Великорабальском, Саратского района. Видимо, этим и объясняются редкие визиты профильных чиновников в этот интернат. Своими глазами на условия жизни подопечных посмотрел Виталий Хемий. Грибок здесь, грибок здесь, грибок здесь. То есть грибок на потолке. Мы видим по кругу, то есть везде мокро. И мы видим его размазанное. И как мы понимаем, то есть люди сами работники интерната, санитары, они говорят о том, что они его трут-трут доместосом и ничего не могут сделать. Правозащитник Георгий Блащица заходит в каждую палату самого крупного из 30 корпусов учреждений и показывает незваным гостям все прелести жизни пациентов-диспансера. Незваным, потому что директор интерната Анатолий Шкимбов явно недоволен посетившими отдаленно от областного центра места, общественниками и журналистами. Руководство интерната дает команду своим сотрудникам не пускать проверяющих в корпуса. Калитка на замке, а потому разговор с санитарами идет через сетку забора. Работники диспансера говорят, что держатся за рабочее место, потому что в округе больше негде работать. Санитарка Мария подтверждает, что в диспансер ходит со своей водой, а на подопечных экономят как могут. Я уже всем говорила, каждый месяц хоть по тысячу гривен, тысячу гривен влаживать в корпус, корпуса были бы идеальны, поверьте. Корпуса были бы идеальны. Вот скажите мне, пожалуйста, что действительно не финансируется так? Не даются деньги? Не даются? Не даются сейчас? Нет, сюда нам, на дом-интернат. Или выдаются то, что положено? Вот ответим. Если выдаются то, что положено, значит, куда они уходят? Светлана Ставожнянская в диспансере уже больше 20 лет. Женщина получает по инвалидности пенсию – полторы тысячи гривен. В прошлом году из-за сильных холодов в корпусе она попала в Саратскую больницу с воспалением легких. Почему это так? Ну, это и произошло. Почему? Я, получается, три месяца не получила пенсию. Сказали, вроде бы, на лечение. А так я узнала, что это неправда. Вы еще ведь должны остались, да? Да, должны. За то, что за бензин. За бензин даже. И плюс еще голодная осталась в Сарате. Не дали мне ничего есть. Два-три дня я голодная осталась в Сарате. Это неправильно. На всей территории интерната, а это 25 гектаров, жуткий запах. Его источник – уличные туалеты и гора использованных подгузников, которые не успели утилизировать до приезда журналистов и общественников. Внутри корпусов также есть санузлы, но они в первую очередь для официальных проверок. Подопечных же справлять нужды выгоняют на улицу. Условия невыносимые. Последняя женщина, которая сбежала из карцера, она замерзла в полях, полуголодная, тощая. Ее нашли, обклеванную там воронами, и похоронили. То есть от хорошей жизни никогда в жизни подопечный не убежит. В любом состоянии ума. Тем не менее, они понимают. То есть такие редко, когда там вообще абсолютно буйные. Здесь таких мало. Через несколько недель общественники пообещали снова приехать в Великорыбальский интернат, чтобы зафиксировать изменения к лучшему в условиях содержания подопечных. Ну или не зафиксировать. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал «Репортер». В Одессу прибыл борт с ранеными бойцами АТО из Днепра. Всего доставили 24 военнослужащих. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Сейчас все они перемещены в военный госпиталь. В основном это миновзрывные, пулевые. С теми, с кем у меня получилось пообщаться из ребят, получили ранения, это Авдеевка в районе Волновахи где-то и Павлополь в ОСДРГ. Часть ребят это терапевтические больные в той или иной степени тяжести. Ну и тем временем апелляционный суд Одесской области продолжил рассмотрение дела Виктора Дьякова. На сегодняшнем заседании коллегия судей частично удовлетворила ходатайство адвоката подсудимого о повторном исследовании некоторых материалов дела. Среди них видеозапись происшествия, ответ на адвокатский запрос об обучении Дьякова в университете МВД в Харькове, аудиозаписи допроса свидетеля, а также протокол судебного заседания первой инстанции. Я еще на первом, в Приморском суде ходатай стала вести аудиозаписи. Значит, на следующем заседании будут прослушаны эти аудиозаписи этих свидетелей. Но непонятно, что хочет доказать адвокат осужденного по поводу пьянства. Там все свидетели говорят, что он был пьян. Какая цель этого? Ну и, значит, на следующем заседании мы будем это исследовать. Я напомню, в ночь на 1 января 2012 года возле ночного клуба «Капитан Морган» на углу Екатерининской и Жуковского произошла драка. Дмитрий Санду пытался разнять дерущихся, но зачинщик потасовки Дьяков подскочил к нему и начал его бить. Охранники отгородили Дмитрия от соперника, однако Виктор не унимался и с разворота ударил Санду кулаком, после чего парень упал и сильно ударился головой о землю. Днем из-за полученных травм Дмитрий скончался. И в Одесской области пройдут сборы резервистов. В течение месяца под контролем опытных бойцов они будут проходить боевую подготовку. Офицерам запаса будет выдана форма и все необходимое обмундирование. Принимать участь в учениях с боевой стрельбой, восстановить свой индивидуальный вышкал, так и в складе подраздела. После этого, как закончатся сборы, они вернутся домой. Военные сборы резервистов проходят регулярно, а вот сколько насчитывает таких бойцов наша армия – это военная тайна. Как правило, в учениях принимают участие 70% офицеров запаса. На языке живописи в доме с ангелом открылась выставка художественных работ воспитанников еврейского культурного центра «Мигдаль». В экспозиции представлены лучшие работы, созданные с момента открытия отделения живописи при центре 19 лет назад. Тематика картин охватывает многолетнюю историю еврейского народа. Любой народ обладает обязательно языком, иначе его нет. Живопись – это тоже один язык, пластический язык, который мы пытаемся пронести, не утратить, добавить таким вот образом. Выставка художественных работ воспитанников еврейского культурного центра «Мигдаль» в доме с ангелом продлится до 13 марта. И одесситка собирает на пляжах стекло и делает из него светильники. Отшлифованные морем стеклышки Екатерина Шилыгина складывает как пазлы и создает таким образом необычные узоры. Каждая работа у нее неповторима. Собирать морское стекло отправилась и наша Анна Городенцева. Главная цель Екатерины – стекла. Отшлифованные морем разных форм и цветов – они настоящее сокровище, своеобразные элементы витража. А какие стеклышки подходят лучше всего? Вот эти вот красивые, они уже хорошо обкатанные, они вот такие матовые, вот эти уже можно использовать для витражей. Вот это стеклышко острое, не обкатанное, я его тоже беру и я его потом выпрошу, чтобы на него никто не наступил. Свежеразбитые банки-склянки встречаются часто. Тем удивительнее, как опасный мусор море превращает в настоящую красоту. С одной стороны увлекает, похоже на грибную охоту. С другой стороны жаль, что так много людей мусорит на городских пляжах. Всего пять минут прогулки и целая горсть стекла. Правда, поражает, насколько он красивый. То, что море делает камнями, Екатерина доводит до совершенства. Сначала каждое стеклышко нужно обернуть фольгой. Это единственный специфический витражный такой продукт, который нужно купить. Это медная фольга самоклеющаяся, потому что стекло само по себе, оно не паяется. Вот, допустим, мы эти стеклышки подобрали. Благодаря тому, что вот так сначала скрепляем. Дома у Кати уже целая коллекция светильников, сделанных из морского стекла. Лампы, светильники – это самый идеальный вариант, потому что на просвет стекло смотрится лучше всего. Вот, например, тоже есть цветы. Ты просто берешь и подбираешь по цвету, подбираешь по форме. Повторить, то есть найти такие же стеклышки, которые были бы такой же оттенкой, такой же изомнутости, ну, скорее всего, больше нереально. Вот шкатулочка, вполне функциональная, вполне крепкая. Такие стекла крепче, чем обычные. А фантазия мастерицы привычными формами ламп не ограничивается. На кухне и ванной, найденную на пляжах керамику и стекло, Катя уложила, как плитку. Узнаются, да, вот донышки от бутылок. Донышки, да, как бы яблочки на как бы дереве. Вот, а также на море выбрасывают осколки посуды, тоже обкатанные керамики. Вот какие-то тарелки, не знаю, с какого Титаника. Вот из них сделала бабочек. Лампы Мэйд и Надесса уже поехали в страны Европы, Америки и даже в Австралию. Кто знает, может быть и стеклянные камни, из которых они сделаны, принесло волной из далеких краев. Репортер желает вам больше хороших новостей. На этом у меня пока все. Оставайтесь с нашим каналом. До встречи в эфире.